Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире телекомпании «Город» программа «Подробности», а в нашей студии Николай Булычев, председатель топонимической комиссии города Рязани. Добрый вечер, Николай Александрович. Добрый вечер. Мы с вами не виделись, пожалуй, несколько месяцев. Что произошло за это время? Если говорить о основном функционале нашей комиссии, а это наименование городских объектов, особо похвастать я ничем не могу. Дело в том, что новых улиц, к сожалению, мы не назвали, потому что в городе пока еще ведется точная застройка, и не появляется новых кварталов, новых улиц, соответственно. Но, тем не менее, один объект у нас в городе появился, которому мы дали наименование. Это в микрорайоне Песочня появился сквер имени Александрова. А были какие-то другие варианты? Вот о чем спорили? Всегда есть спорные моменты? Да, совершенно верно, совершенно верно. У нас комиссия просто так всегда не проходит. У нас всегда возникают споры, альтернативные мнения. Но вот споры рождается истина. Мы на нашей комиссии приняли несколько другое решение. Мы предложили городской администрации, городским властям продлить вот этот объект, который сейчас называется сквером, продлить его по всей улице Советской Армии до дворца спорта Олимпийский, Ледового дворца. И назвать это бульваром. Бульваром Александрова. Это будет более протяженный объект, более значимый. По аналогии с подобным бульваром, которым в песочнике существует бульвар Скобелева. Потому что, когда мы отдавали наименование бульвару Скобелева, то сначала тоже администрация к нам обратилась, чтобы назвать только одну часть этой зеленой зоны и дать ей название сквер имени Скобелева. Мы с этим и согласились, предложили, опять же, продлить эту зеленую зону. И назвали ее бульваром. И сейчас там прекрасный бульвар. Сейчас мы такое же предложение тоже внесли в администрацию. Администрация, правда, с нам не согласилась, но тем не менее. Они предложили нам сейчас, потому что нужно было... Не знаю, вашу настойчивость все еще может поменяться. Срочно нужно было открывать памятник Александрову. А администрация не была готова к тому, чтобы еще провести там какие-то мероприятия по благоустройству всей этой зеленой зоны и назвать это бульваром. Они обещали нам, что давайте сейчас назовем сквером, а потом в перспективе мы проведем там определенные работы, и будет бульвар имени Александра. Ну, на этом мы согласились. Очень много мемориальных досок появляется на фасадах домов. Мне очень радостно, что Геннадию Яхнову тоже установлена доска. Расскажите, может быть, чего-то мы пропустили? Да, у нас... Это второй функционал нашей комиссии. У нас появилось очень много за это время мемориальных досок. Вот, в частности, после смерти нашего героя союза Яхнова была установлена мемориальная доска на доме, где он жил. Человек заслужил это, он еще носит почетное звание «Почетный гражданин города Рязани». А мы в свое время приняли на комиссии принципиальное решение всем умершим почетным гражданам Рязани устанавливать мемориальные доски. Вот Яхнов, а он еще к тому же, еще и герой Советского Союза. Человек, конечно, заслужил этого. У нас появилось несколько досок педагогам. Это первое событие в нашем городе. Если раньше мы деятелем культуры, искусства, каким-то общественным деятелем устанавливали мемориальные доски, то педагогам до сих пор досок не было в городе. Вот первые две доски появились в этом году. Это директорам двух школ. Директорам, которые эти школы создавали с нуля. Сами практически строили, да. И были первыми директорами. Это мемориальная доска на школе номер 37 в честь породины Александра Викторовна, первого директора. И на школе-интернате номер 2 в честь Скороходовой Анны Дмитриевны. Тоже человек, который создавал этот интернат и который был первым директором. Я думаю, что это первая ласточка. И дальше у нас на школах подобные мемориальные доски появятся. Да, большое важное событие произошло у нас летом. У нас была установлена мемориальная доска в честь знаменитого ученого-этнографа Лебедевой Натальи Ивановны. Эта доска появилась на фасаде школы номер 1. Она конкретно в школе номер 1 не училась, но она училась в свое время в гимназии Екимецкой. Это было до школы номер 1. В этом здании находилась гимназия. Но и сама школа как раз ведет отчет своих лет именно с основания этой гимназии Екимецкой. И вот Лебедева училась, она стала великим потом ученым. И, конечно, давно такая тема отрабатывалась о том, чтобы ей установить мемориальную доску. Красивое, красивое изваяние. Это, собственно говоря, даже не доска, а это барельеф ее. Значит, на этой доске, помимо ее портрета, там еще много чего, много каких объектов. Я предлагаю рязанцам сходить на улицу Горького, подойти к школьным родинам и посмотреть. Просто это произведение искусства. А вот, кстати, когда эти события происходят, ну, понятно же, как люди реагируют. Кто-то пришел специально, кто-то горд тем, что появилось, а кто-то шел мимо и, собственно, не понимает, в чем дело, почему собралась толпа. Как с историей у наших рязанцев, со знанием истории? Вот как раз именно эти доски и позволяют напомнить нашим рязанцам о том, кто в нашем городе жил. Напомнить историю нашего города, познакомить со вдающимися нашими земляками рязанцами. Если бы этого не было, то просто люди бы забывали о это. А это люди идут по улице и как-то невольно могут обратить внимание на мемориальную доску, прочитать текст и порадоваться, что именно здесь, в этом здании, или работал, или жил, или учился какой-то выдающийся наш рязанец. Вот буквально тоже недавно была установлена, месяц назад была установлена мемориальная доска даже целой семье, семья Кравковых. Жила у нас на улице Щедрина в доме 34. Чем они отличились? Напомните, рязанцев. Знаменитая семья. Значит, это отцу и сыну. Один, это отец Василий Павлович Кравков, это известный врач, хирург. Он известен и как врач, он еще и известен как писатель. Он один из немногих написал, описал русско-японскую и первую мировую войну. Он был военным врачом, он как раз участвовал и в военных сражениях, и в своих знаменитых записках описал эти две войны. Эти записки до последнего времени практически были неизвестны. И вот буквально в ближайшие дни должны были их опубликовать. Публикацию этих записок приурочили к столетию, с вами, начало Первой мировой войны. И вот весь мир, мы узнаем о том, как эти события происходили, то есть глазами очевидца. А второй человек, который жил в этом доме, это сын. Сын Василия Павловича Сергея Васильевича Кравкова. Он был знаменитым ученым, психофизиологом. Он был академиком, известная личность в академических кругах. Но в Рязани, к сожалению, было мало известия, но мы хотели рязанцам напомнить, что такие люди с такой семьи жили у нас. У нас еще одна есть доска, тоже члену этой же семьи. Это доска Николая Павловича Кравкова. Она сейчас висит на здании школы номер 10, на улице Астраханская Ленина. Это тоже наш знаменитый физиолог Кравков. Он более известен, чем вот еще два представителя семейства. Вот теперь у нас в городе Рязани увековечена практически вся семья, три человека. Это здорово. Впереди 2015-е. Все строят планы. Я думаю, у вас они тоже есть. Может быть, раскройте некоторые секреты, что еще появится, что планируете, над чем работаете? Ну, если говорить о нашем основном функционале, это наименование городских объектов, нам предстоит большая работа. Хотя я в начале нашей передачи сказал, что идет точная застройка, новая улица не появляется. Ну, вот планируется у нас появление даже целого нового микрорайона. Это вот как раз за Ледовым дворцом. Там вот сейчас прошли публичное слушание, и появилась вот новая зона жилищной застройки. Там появится сразу где-то 4-5 улиц новых. Жители на название могут повлиять? Обязательно. Обязательно. Дело в том, что мы в нашей практике не даем каких-то там красивых названий, взятых откуда-то с потолка. Мы всегда организуем выездное заседание нашей топонимической комиссии на то место, где появляются новые улицы. Изучаем местность, ищем какие-то топонимы, которые могут повлиять на название улицы. Встречаемся с местными жителями, со старожилами, которые нам рассказывают, что в данной местности в далекие времена было. И отсюда мы исходим для того, чтобы дать наименование. Я думаю, что сейчас, может быть, кто нас слушает из жителей микрорайона Песочня, окрестных улиц, могут нам тоже помочь. Мы готовы с ними сотрудничать в наименовании этих новых объектов. Ну и еще планируется появление нескольких улиц в микрорайоне Песочня. То же самое. То же самое мы тоже выйдем на место и назовем эти новые объекты. Да, еще мы предполагаем в преддверии юбилея 70-летия Победы в Великой Отечественной войне тоже дать какие-то наименования нашим новым объектам. Вот в частности к нам обратился депутат Рязанской Крайской Думы Евгений Владимирович Сызин, который недавно побывал в Бресте. Там были установлены партнерские отношения между городом Брест и городом Рязанью. И вот он там в Бресте увидел улицу, названную в честь нашего земляка, в честь Ивана Николаевича Зубачева, который был заместителем командира старикового полка, который вот как раз оборонял Брестскую крепость. Вот, и он к нам выступил с предложением о том, чтобы вот как-то связать это с юбилеем Победы и с наименованием наших новых улиц. Мое предложение, конечно, приняли, в ближайшее время рассмотрим, возможно, у нас появится новая улица или связана с этим именем, или вообще с героем Брестской крепости. Я думаю, что они заслуживают, чтобы на нашей карте это название появилось. Спасибо за эту встречу. Давайте напомним телезрителям, если у них действительно есть какие-то идеи, обращайтесь в нашу редакцию, мы все ваши просьбы передадим. Это была программа подробностей. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова